Доброе утро! Доброе утро! Весело, а главное информативно. Ну а для того, чтобы наши девушки прекрасно знали, как добираться и где там бегают мужчины, а где не очень. И в целом о новостях в мире мы расскажем вам сейчас не только о мировых новостях, но, конечно же, в первую очередь о крымских. Республика дает финансовый старт молодым специалистам. Начался прием документов для получения выплат. Главное условие – желание работать в сельской местности. На 2019 год заложено 20 миллионов рублей. Профильное министерство выделяет деньги, чтобы открыть собственное дело или обустроить жилье. Кто может воспользоваться этим правом, узнавала наш корреспондент Елена Байрамова. Например, это культура сорга. Сорга у нас используется для чего? Есть веничная сорга, это наши веники, мы привыкли. Также есть сахарная сорга и сорга зерновое. Каждый колосок в этом снопе относится к определенной зерновой культуре. Студенты Академии биоресурсов и природопользования каждый день осваивают новые знания. Дарья легко совмещает учебу и работу лаборанта. В будущем мечтает стать агрономом. Считаю, что сельское хозяйство одно из самых перспективных направлений, кто бы что ни говорил, потому что кушать людям хочется всегда. Я хочу построить тепличный комплекс для того, чтобы в течение всего года выращивать овощные культуры, для того, чтобы обеспечить население и не было необходимости ввозить из других регионов, из других стран. Студентка уверена, все получится. Она подала заявку на получение единовременной выплаты Министерства сельского хозяйства Крыма. Раньше таким шансом воспользовался магистр шестого курса факультета садоводства Дмитрий Карпов. Субсидии я потратил на обустройство своего дома, чтобы в дальнейшем, после окончания учебы, заехать в комфортные условия. В дальнейшем еще хочу получить грант на закладку сада и развивать эту отрасль в Бахчатарском районе. Деньги студент получил год назад, а знания для развития собственного дела продолжает получать до сих пор. Учится выращивать саженцы деревьев, прививать виноград, правильно обрабатывать почву. Ежегодно из Академии биоресурсов и природопользования выпускается в среднем около 300 молодых специалистов. Больше 60% в дальнейшем трудоустраиваются по профессии, в том числе в сельской местности. Их не пугают трудности. Сельскохозяйственная отрасль развивается. Востребованы разные профессии. Землеустроители нужны, гедазисты нужны, технологи, переработчики, которых мы готовим. С удовольствием ребята идут на технологию. Садово-парковое хозяйство идут ребята. Есть большая задача, стоящая перед всем нашим, скажем так, обществом. Это социальное обеспечение будущих специалистов. Два года назад Министерство сельского хозяйства стало материально помогать молодым специалистам, которые готовы переехать в сельскую местность или только начали там работать. Размер единовременной выплаты для выпускников техникума или колледжа – 200 тысяч рублей. Вуза – 250. С 4 марта начался прием документов. В 2018 году по итогам года была оказана поддержка молодым специалистам, пришедшим на работу в село в размере 22 миллионов рублей. На 2019 год сумма этой поддержки, общий лимит, который выделен на это направление, составляет также более 20 миллионов. Полученные деньги можно потратить на начало или развитие своего дела об устройство жилья. Перечень необходимых документов размещен на сайте Минсельхоза Крыма. Елена Байрамова, Алексей Романов, Новости 24, Симферопольский район. В Севастополе может пройти второй референдум. На нем будут решать судьбу главного символа города, который после возвращения полуострова в Россию не имеет официального статуса. Герб, созданный 50 лет назад, теперь не соответствует федеральным нормам Геральдики, но уже давно пришелся по душе местным жителям. Подробнее о проблеме расскажет наш собственный корреспондент Анастасия Соснина. Сергей Шахунов и Надежда Крылова – авторы герба Севастополя. Сюда они переехали в 60-х годах. Молодые выпускники Московского художественного училища создали символ города-героя, который победил в конкурсе. Вариантов было много. И на трудовой Севастополь с символикой труда. Потом, поскольку работали на морозаводе, в бюро эстетики, символы завода. И интересный вариант был еще с факелом Малахова кургана. Художники работали с архивами, изучали историю приморского города. На его символе, утвержденном в 1969 году, они отразили героизм и подвиг народа. Герб объединяет две исторические эпохи. Памятник затопленным кораблям – символ первой обороны Севастополя. Медаль «Золотая звезда» – награда за победу в Великой Отечественной войне. Объединяет их лавровая ветвь. Она символизирует славу города-героя. Гербу 50 лет. С ним город выстоял третью оборону. Так называют борьбу севастопольцев за возвращение на родину в 2014 году. Когда полуостров вошел в правовое поле России, законодательное собрание города предложило заменить советский вариант на монархический. Образца 1893 года. Это обозначение царской пристани, яхт-клуба. Взят он был с казначейского билета. Называть его гербом, ну я не знаю, там... Он не отображает Севастополь, в принципе. Он отображает царскую семью с ее символикой. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников не раз ставил перед депутатами вопрос о сохранении уже существующего герба. Но они отклоняли его, ссылаясь на российские нормы геральдики. Тогда Овсяников подписал указ об использовании действующей символики до принятия конкретного закона. Жители города вообще против каких-либо перемен. Нет, ни в коем случае. Почему? Почему? Да потому что в положении герба там записано раз и навсегда. Он олицетворяет две победы, правильно? Вот. А зачем менять? Он исторически уже сложен. Каких-то новых, нововведений, наверное, не нужно выводить. А что там плохого-то в том гербе? Нормальный герб. Привычный для нас, обычный, родной. Мы обратили в законодательное собрание Севастополя с просьбой прокомментировать ситуацию, но депутаты отказались, ссылаясь на сложный рабочий график. Тем временем представители правительства и 40 ветеранских организаций города отстаивают советский символ. Нам другой герб не нужен. Это поднято напрасно все. Никому не нужен тот герб, который там предлагается дальше. Я даже подозреваю, что те люди, которые его там пытаются поднять, это они в своих других коммерческих целях. Власти города планируют организовать референдум, на котором севастопольцы решат судьбу герба. Провести его собираются в ходе весенней сессии законодательного собрания или в сентябре во время выборов депутатов. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Ну, мало того, гербы, конечно, вопрос, не знаю, важный, мне кажется. Вот, например, мне очень нравится герб нашей страны, Российской Федерации. Он такой вот гордый, красивый, по-настоящему богатый. Конечно. Ну, вообще, герб это очень интересно. Например, насколько я знаю раньше, многие семьи имели свои геральдические символы. Вот, не знаю, что у кого, а вот я бы предпочел, наверное, прекрасного сокола. Александр, например, наш корреспондент, мы с ним обсуждали вопрос. Предпочел бы землеройку фламандскую, насколько я знаю, мы обсуждали. А какое бы животное было у тебя или может быть символ? Мне кажется, это было, наверное, не животное, а все-таки что-то такое, даже, не знаю, духовное, душевное, но точно не воодушевленное. Возможно, какое-нибудь, я не знаю, листье папоротника или, может быть, вино какое-нибудь, оливковое, например. А почему? Красиво? И не растения. Растениями тоже бы это не было. Это что-то было бы такое... Я не могу ответить на этот вопрос. Я прямо начинаю уходить в какие-то мечты и мысли. Но я знаю точно, что было бы использовано как геродический символ у наших коллег с радио. Ну, конечно же, это радиовещательный микрофон. Прямо сейчас они с нами на связи, давай с ними поздороваемся и узнаем. Как у них проходит утро? У нас связь с нижней студией, с коллегами программы «Утро». Доброе утро. Доброе утро. У вас предпраздничный эфир? Нет, у нас эфир проблемный. У нас больше второй час посвящен предпраздничный. А сейчас мы говорим о законе о запрете хостелов. Коллеги, вы останавливаетесь в хостелах, когда путешествуете или отдыхаете? Да, останавливаемся. Не всегда, признаюсь. Чаще сплю в машине. Саш, есть ли у тебя претензии к качеству предоставляемых услуг в хостелах? Те, которые на материке, нет, не было. А в крымских я не останавливалась. Ну, материковых все в порядке было. Сколько ты платила за хостел? Немного. Мы как-то снимали комнату на четыре кровати с друзьями и заплатили всего около 1200 рублей в центре Петербурга. Маленькая. Это была квартира? Это был многоквартирный дом или это было не жилое помещение? Это было, скорее всего, вот знаешь, старой такой постройки. Многокомнатная, возможно, квартира, но она была так переоборудована, что там уже не пределишь. Сколько там людей жило одновременно, скажи? Вот вас было четверо. Ну, нас было четверо, а мы были одни. Я никого не встретила. Мы были там сутки и никого не встретили. Кухня была в нашем распоряжении и все остальное. Спасибо, коллеги. Спасибо. Ждем ваших включений в следующих наших программах. Саш, тебя поздравляем с наступающим женским днем. Да, надеюсь, еще после эфира увидимся и поздравим уже лично. Спасибо, до сдачи на эфир. Спасибо. Вот знаешь, Саша, все-таки деньги хоть и небольшие, но все-таки деньги. А вот в машине переночевать мне стоило ровно ничего и боли в спине на утро. Ну, а, кстати, совершенно бесплатно и даже с хорошим настроением для наших зрителей обойдется прогноз погоды. Прямо сейчас и покажем. Саша, все-таки деньги. Саша, все-таки деньги. Саша, все-таки деньги. Только вот поговорили о хостелах, смотрю на погоду и удивляюсь, ну, насколько уже теплеет. Приходит тепло, ведь где-то сейчас далеко совсем холодно, в том же Петербурге, наверное, который я вспомнила, сейчас еще лежит снег. Ну, в общем-то, чего в мире только нет. Благо, можно путешествовать. Тебе часто приходится, Саша? Путешествовать хотелось бы, конечно, гораздо чаще путешествовать, а в первую очередь не только по просторам родной страны, но и путешествовать во времени или даже в истории. Вот так. Да. Ну, кстати, небольшое такое, маленькое путешествие в истории мы можем вам устроить прямо сейчас. 7 марта 321 года по указу римского императора Константина Великого воскресенье объявлено выходным днем. Вот так действительно важная дата. 7 марта 1657 года французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного коренному населению Америки. Огненная вода, как известно, хоть и пришлась по вкусу, но имела плачевные последствия для индейцев. 7 марта 1876 года Александр Белл запатентовал телефон. Изобретение называлось тогда «Говорящий телеграф». Трубка служила для поочередной передачи и приема человеческой речи. В приборе не было привычного всем звонка, он был изобретен годами позже. 7 марта 1912 года о покорении Южного полюса сообщил норвежец Рауль Амундсен. В команде исследователя было шесть человек и сотня ездовых собак. Фактически из состязания с группой англичанина Роберта Скотта Амундсен и его товарищи вышли победителями, вернувшись на базу полным составом, но всего с 11 собаками. 7 марта 1933 года Чарльз Дэрроу изобрел настольную игру «Монополия». Новинка получила большую популярность в 20 веке по всему миру, в том числе и в СССР. В перестроечные годы она была адаптирована под названием «Менеджер», «Империя», «Бизнесмен», «НЭП» и другие. 7 марта 1960 года в Тихом океане американские моряки подобрали четверых советских солдат, дрейфующих на неуправляемой барже без еды и воды 49 дней. Судно сорвалось со швартовки ураганным ветром. Несмотря на попытки экипажа удержаться в акватории, баржу вынесло в открытый океан. Пить солдатам приходилось дождевую воду, есть кожаные ремни и обувь. После спасения попросили лишь еды и топлива, желая вернуться на родину самостоятельно. Еду ели по чуть-чуть, передавая тарелки товарищам. Даже в таких условиях важно не терять человеческое лицо. Удивительная история про четырех моряков, о которых только что сейчас нам рассказал прекрасный голос Александра. Попросили только еду и топливо, чтобы вернуться на базу. Их, конечно, никто не отпустил, но выдержка, конечно, вызывает уважение. Ты знаешь, вызывает уважение не только выдержка этих людей, но и, допустим, наших обычных горожан, симферопольцев, которые просыпаются сегодня утром и знают, что впереди целый рабочий день, и они его же планируют. Да, и все, что они хотят попросить, это еды и топливо. Но про еду я вам не расскажу, готовьте, пожалуйста, сами. А вот про топливо с удовольствием. Прямо сейчас и поговорим, что же там происходит на рынке бензина. Ну, не только бензина, а в целом топливо горючего. Давайте посмотрим. Газ, ну, самое дешевое топливо, ничего не скажешь, стоит 27 рублей 96 копеек. Бегите, заправляйте свои баки, а если не баки, а баллоны. А если что, даже переоборудуйте. Говорят, что это нехило экономит деньги. Значит, дизельное топливо стоит 51 рубль 31 копейку. Конечно, дороже, но тоже способствует экономии. 92-й бензин 47 рублей 21 копейка. Дешевле дизеля. Как по расходу, не знаю, самый популярный бензин на рынке. 95-й бензин стоит 50 рублей 35 копеек. Стало быть, дороже 92-го, оно и понятно. И 98-й бензин, традиционно бензин для любителей больших скоростей и мощных двигателей, стоит 56 рублей 59 копеек. Владельцам таких-то транспортных средств и не только полезно будет знать курс валют. О нем тоже сейчас поговорим. На рынке, конечно, чего только не происходит. Но посмотрим, что вышло конкретно сегодня и сейчас. Итак, 65 рублей 84 копейки стоит доллар. Он немного вырос в цене. Это естественно. 74 рубля 41 копейку стоит евро. Немного упала. Интересная тенденция, потому что обычно эти две валюты растут и падают вместе. Что же, будем надеяться, что те, кто хотели выиграть, выиграли. Вот теперь, Саша, знаем мы, что происходит с валютой, что происходит с бензином. И я думаю, что наши зрители могут не только заправить полный бак и нехило сэкономить, а еще и сбегать в банк с паспортом и поменять валюту в определенном размере, если им нужно. Потому что правильно распоряжаться кошельком – дело полезное и мудрое. Ну, а я стараюсь вообще не снимать деньги с карты. Потому что если я только их снимаю, у меня появляется наличность. И если я разменяю крупные купюры, они просто улетучиваются. Это какая-то магическая вещь. Правда магия. И знаешь, я наоборот слышал, что если оставлять деньги на карте, они улетают быстрее. Об этом, кстати, говорил Никита Крылов. Потому что деньги, которые мы не видим, тратить легче. Ну, а деньги те, которые мы видим, тратить все равно легко. Поэтому ничего здесь не поделаешь. Но если вы уже тратите свои средства, тратите их на приятные, полезные вещи. Например, на походы, на билеты в кино. Конечно. Но на билет в кино, в театр, да в конце концов на любое музыкальное и не только представление. Тем более, такой важный день завтра уже наступает. И поэтому берите своих вторых половинок, мам, да просто любимых подруг и введите их на мероприятия. Благо, о них мы вам прямо сейчас и расскажем. В Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького сегодня на сцене комедия «Муж и жена». Красной нитью проходит тема супружеских измен, актуальная во все времена. Но спектакль не столько об алюльтере, сколько об умении любить и прощать. Автор пьесы – классик поиска драматургии и мастер комедийного жанра Александр Фреда. Начало в 19.00. Государственный академический музыкальный театр порадует жителей и гостей республики весенним гала-концертом. Зрители ждет уникальное театрализованное представление. Программа обширная, стили и жанры смещаются в единую палитру. Легендарные дуэты, арии из самых популярных мюзиклов, современные мировые хиты и много танцев. Начало в 18.30. На киноэкраны выходит американская комедия «Родители легкого поведения». В центре повествования обеспеченная семейная пара Фрэнк и Нэнси. Когда приходит время отправлять дочь в колледж, оказывается, что богатство семьи не безграничное. Чтобы скрыть финансовый крах, горе-авантюристы разрабатывают коварный план. Они готовы пойти на все, чтобы их тайна не всплыла на поверхность, даже сдать в аренду чужой особняк. Время сеансов вы можете выбрать сами. С драмой Ван Гоги после 24-летнего перерыва возвращается в кинорежиссуру Сергей Ливнев. Герой повествования – талантливый, но безызвестный художник Марк. Много лет живет за границей, с отцом практически не общается. Когда у Марка обнаруживают неизлечимую болезнь, он решает лететь на родину, с надеждой найти, наконец, общий язык с родственниками. Главные роли сыграли Алексей Серебряков и польский актер Даниль Альбрыхский. Еще одна премьера – комедия «Лови момент». В главных ролях звезда клипа «Экспонат» и актриса театра Юлия Топольницкая. Ее героиня – Рита, амбициозная девушка из провинции, решившая вырваться из рутинной жизни небольшого черноморского городка. Приезжает в Москву поступать в театральное училище. Покорит ли она столицу и с какими трудностями столкнется, покажут на вечерних сеансах. Сеансы кино – это, конечно, замечательно, но хочется рассказать и о еще одной новости. Как раз именно ее сегодня обсуждают наши коллеги с радио. Это то, что Госдума, ну, в России вообще запретили использовать квартиры в качестве многоэтажных домах, в качестве хостелов. То есть теперь для того, чтобы открыть хостел, нужно из жилого помещения или переоборудовать его в нежилое, точнее, нежилое переоборудовать в жилое. Ну, то есть обеспечить соответствующими пожарной сигнализацией, камерами, сейфами для хранения денег и драгоценностей. То есть много-много таких вот мелочей нужно учесть. И я считаю, что, мне кажется, непросто теперь будет все-таки. Конечно. Но дело серьезное, я полагаю, что правильное. Все-таки обеспечить безопасность, как ни крути, это важно. Потому что в сети полным-полно интересных и забавных историй про то, какие приключения могут случиться в хостеле. Не только какие соседи могут там быть, а и какие другие жители, обитатели. Да, и в целом, чего там только нет. Ну, все мои знакомые, что бывали за границей, рассказывали обязательно о чем-то интересном, что происходило именно в хостеле. Благо, не обязательно иметь знакомых. Можно просто посмотреть, что там происходит в сети и узнать самое интересное, самое веселое и самое актуальное. Прямо сейчас вам и покажем. Документы, пожалуйста. По сети разлетелось видео с застенчивым солоненком, который никак не может отважиться подойти к туристам на автомобиле. Малыш набирается храбрости и делает шаг навстречу, но потом быстро теряет пыл и остывает. Даже не верится, что из такой крохи вырастет самое большое сухопутное млекопитающее. Кофе машиной в офисе уже никого не удивишь. А что вы скажете про пивомашину? Изобретение века шутят пользователи. Другие, напротив, критикуют аппарат. Мол, напиток не по тем углом наливает, да и не с той скоростью. Правда, на рабочее место такого помощника точно не поставишь. А участники этого дорожного происшествия запомнят все в ярких тонах. Грузовик столкнулся с фурой, которая перевозила красящие средства. В результате в желтое окрасилось дорожное полотно, кабина и лицо водителя. Ничего не скажешь, яркое событие. Будьте внимательнее за рулем. Ловкости героя следующего ролика можно только позавидовать. Бармен, жонглируя, закидывает бутылку на потолочную балку. Кажется, случайность, но нет, в следующее мгновение он возвращает ее обратно. Конечно, тут дело не только в таланте. Годы тренировок и сноровка – залог успеха. А вот что происходит, когда за дело берется непрофессионал. В следующий раз следует держать предмет крепче и быть повнимательнее. Что не помешало бы героине следующего видео, так это теплый чай и сухое полотенце. Не стоит гулять по скользким камням, не имея возможности за что-то ухватиться. А то, глядишь, и скалистый берег обернется бесплатной водной горкой. Надеемся, море не слишком холодное. Работник заповедника спас дикую кошку, посаженную браконьерами на цепь. Животное, хоть и перепугалось не на шутку, зато обрело заслуженную свободу. Нелегальный от илов обитателей саванны – дело нередкое. Хорошо, что есть люди, которые могут защитить природу. Милое видео напоследок. Щенок учится брать еду из рук хозяина. Правда, получается это у него не очень. Вместо лакомства в пасте оказывается рука человека. Мы над этим работаем, шутливо пишет автор ролика. Правильно, терпение и труд все перетрут. Для того, чтобы найти милое или не очень видео из интернета, нужно хотя бы уметь включить компьютер. А вот как пользоваться компьютерными технологиями и техникой, рассказывали школьникам в Симферополе. Ну и мы тоже там были. Я нахожусь в здании Республиканского пресс-центра. Здесь, уже в эти секунды, начинается урок цифры для детей 10 класса 14 школы Симферополя. Туда идем. Предыдущая страна по внедрению искусственного интеллекта – это Россия, ребята. Это мы с вами. То есть за вами, за вами большое будущее. Мы, Министерство внутренней политики, информации и связи, глава Республики Крыма Сергей Валерьевич Аксиона, в первую очередь, возлагает большие надежды на вас. Я отвлеку вас ненадолго. Вы в 10 классе профессию уже выбрали, она будет связана с цифровыми технологиями. К сожалению, нет. Ну, а такие уроки полезны или нет для вас? Я считаю, что они полезны. Хотел ясно определить, чтобы вы... Спасибо большое. Мы построили, вот, по поручению главы Республики Крым, в первую очередь, экстрементентами, центр обработки данных, который находится здесь, на первую очередь, и сегодня вам его покажут. Да, это просто машины, которые обрабатывают всю информацию, которая переходит, стекается в Республику Крым. Ну, а теперь от теории мы готовы перейти и к практике. Для ребят устроить экскурсию по предприятию Крымтехнологии. Проходите. Это все для них. Знакомство с центром обработки данных мы начнем с этого места. Здесь представлены стенды. Это по строительству центра обработки данных Республики Крым. Вот сейчас вы находитесь прям в самом центре, да, обработки данных? В самом его сердце вы наблюдаете. Какие-то ощущения есть? Ну, интересно очень, волнительно. Хочется что-то новое узнать. Ну, я думаю, обязательно узнаете. Спасибо большое. Вы компьютеры играете в игры какие-то? Да. Хотели бы себе такой компьютер? Не знаю, можно было бы. Можно было бы? Тогда бы всех точно выигрывали? Конечно. Ну, желаю, чтобы такой у вас был тоже. Спасибо. Что больше всего понравилось? Расскажите. Я просто очень много информации для себя узнал новой, которая... Мне, в общем-то, все понравилось. Интересно очень было и увлекательно. Ну, а может быть, профессию выбрал уже в 10-м классе все-таки? Пора определяться. И, может быть, что-то изменилось после этой экскурсии? Я думал над этим вопросом, но пока еще к окончательному выводу не пришел. Ну, вот после экскурсии скажите, что вам больше всего понравилось? Ну, наверное, система обработки данных. Ну, нам рассказали про ее структуру, про ее работу, и это было очень интересно и познавательно. В профессии определился уже, чем будешь заниматься? Честно сказать, пока еще не до конца. Ну, вот такие уроки, они как-то помогают определить цель мне? Ну, в принципе, да. Я считаю, продвижение IT-технологий очень интересным направлением. Извините. Очень интересным направлением и, возможно, в будущем буду заниматься тоже продвижением нашей технологии. Урок цифры завершен. Благодаря таким мероприятиям ребята могут увидеть, как же развиваются технологии на нашем полуострове. Ребята-школьники еще не все определились, кто куда хочет поступать, и я хочу признаться прямо перед всеми телезрителями. А я еще не определился, что же, в каком количестве и как рано дарить своим любимым девушкам и женщинам. Ну, вы поймите меня правильно, я говорю про любимую девушку и про мам бабушек, ну и в целом красивых и прекрасных коллег на работе. Ну, ой, нравится, как Артем продолжает сегодня это утро, и я хочу рассказать, что зато статистика точно показала, чего хотят мамы, бабушки и девушки на работе. Это либо ювелирка, либо цветы, косметика, духи, 31% путешествия. Но мы путешествуем пока по волнам красоты и говорим об этом. Конечно, намек, во-первых, принят, это однозначно. Я уже понял, такие замечательные позиции, как ювелирка, нишевые духи, это прям очень хорошо, совсем не бьет по карману, но что сказать, и не жалко, совершенно не жалко, потому что радовать близких людей, да, даже независимо от дня, очень важно. Один из способов порадовать близких и окружающих, это самому выглядеть хорошо и привлекательно. Ну, о том, как выглядеть хорошо и привлекательно, нам могут рассказать наши следующие гости. Сегодня у нас в гостях Наталья Хаденко, это директор студии «Красоты». Мы видим, что вы пришли не одна. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что у вас в руках за награды и кто ваша спутница? Моя спутница – это мой сотрудник, моя ученица, которая недавно стала мастером, показала результаты. Мы победили конкурс в Екатеринбурге. И это Эльвира Умерова, она сейчас работает у меня, заняла третье место. Вот это вот как раз награды, да, я так понимаю, что это европейские награды, да? Я хочу вам показать, да, две награды. Дело в том, что здесь награда, к сожалению, еще моя дочь, которой 15 лет, она заняла первое место по Крыму. И это награда этих двух девочек, которые привезли третье место Крыму среди 26 городов и 12 стран. Это был конкурс в Екатеринбурге. Вот третье место. А это, это кубок Европы, это я его привезла нашему Крыму и заняла первое место в Европе по стрижкам. Ну и нам, женщинам, еще хочется быть красивыми, особенно не только всегда, но завтра как-то особенно. Да знаешь, я тебе хочу сказать, что девушки уверены и в себе, красивые каждый день, независимо от 8 марта или нет. Но выделиться, конечно, хочется. Вообще, сегодня у меня, пожалуй, самый счастливый эфир, потому что впервые в жизни я в студии. Один джентльмен и три прекрасные леди рядом. Это замечательно, спасибо большое вам, что пришли. И радуйте, ну, в первую очередь, меня и, конечно же, наших телезрителей. Ну и расскажите, пожалуйста, вот какие сейчас модные тенденции, то есть что сегодня или завтра, накануне праздника, в какой порядок нужно привести свою голову, что именно там сделать, чтобы это было модно, современно и вот прям блеск. Ну, я вам хочу сказать, что тенденция моды на сегодняшний день является именно индивидуальностью. И это очень хорошо, что сегодня есть такой момент, где мы можем себе представить такие, какие мы есть. Но стилисты, которые работают, они находят настолько невероятный подход каждому клиенту, что на сегодняшний день, девочки все красивые, вот вы, например, да, у вас легкая красивая укладка, легкая, да, но вы выглядите великолепно, хотя утро и очень рано. Вот такие работы, такие работы, естественно, на сегодняшний день очень актуальны. А сложные гули лучше не крутить, да? А сложные гули, ну, это же на вечер, это в театр, это обязательно, они всегда в моде, и классика всегда остается классикой. А чаще сейчас стригутся именно, делают короткие стрижки, потому что я, например, очень долго носила короткую стрижку, примерно как у вас, только челочка была подлиннее. Ну, я вам сказала, что я привезла первое место с Польши на чемпионате Европы, и у меня была креативная короткая стрижка с очень-очень серьезным окрашиванием, но я думаю, что это технические работы, нашим зрителям не всегда будет понятно. Это блочное окрашивание, которое на сегодняшний день тоже является очень модным, но эти блоки могут на голове читаться по-разному. А мелироваться сейчас модно? Ну, мелирование, конечно, ну, сейчас очень много техник, и очень много названий, нас привыкли называть мелирование, да, на сегодняшний день это блочное окрашивание, и могут являться разные цвета на волосе. Да, я помню, когда мелирование только появилось, это было что-то похоже на арбуз на голове, знаете, когда это были такие полосы, спиралеобразные, было очень забавно. Ну, это лучше, чем краситься в розовый цвет в нашем 21 веке, как я тоже не так давно делала. Почему? Кому-то, мне кажется, да, фуксия какая-нибудь вполне себе. Или опять же это модно, я просто вижу в Инстаграме, да, в социальных сетях, что вот у меня все знакомые девушки вот сейчас, весной, начали выкрашиваться, особенно те, которые были блондинками, в розовый, в лиловый, вот эти вот оттенки. Это что такое? Ну, это являются прямые пигменты, да, и даже много школ, которые показывают именно окрашивание этими пигментами. Кстати, очень интересная вещь, очень красивая, но я хочу сказать, что, если вы мне, конечно, позволите, что мы в Крыму хотим сделать фестивали. И я являюсь, как бы, одним из ведущих, тот, кто это желает сделать. Фестиваль парикмахерского искусства? Да, 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 да. Вы нас приглашаете, мы обязательно приедем. Да, и все снимем, снимем. Я вас приглашаю. И уложимся. Да, и хочу, чтобы вы тоже обязательно, обязательно присутствовали, и обязательно вся ваша команда. Нам очень хочется Крыму показать, насколько есть теневых мастеров, которые хотят себя показать, но не получается. Вообще Крым сейчас на уровне, да, не только в России, а получается и в Европе, как свидетельствуют эти кубки. Ну, Крым это мы, вот, с Крыма никого не было, чтобы кто-то поехал. И очень жаль, что много талантливых, очень талантливых девочек, я очень давно работаю в профессии, около 27 лет, много людей, которые бы хотели, у некоторых нет средств, у некоторых, может быть, не знают, как это сделать. Но мы это делаем, мы это делаем, мы хотим, чтобы в Крыму это было, для того, чтобы не ездить куда-то. Тем более, много очень иностранцев хотят к нам приехать. У нас это поле как бы пустое, а везде площадки заняты, и у нас много места для этого. Ну, вот я знаю, что очень сложно попасть к хорошему мастеру, потому что у него, если это мастер действительно хороший, у него такая запись сумасшедшая, что если вдруг две недели назад решила сделать укладку, да, вот, допустим, завтра, 8 марта, то не факт, что я туда поду. На самом деле, на самом деле, как бы, да, я с вами согласна. Но дело в том, что и наши некоторые клиенты не знают о других салонах. Допустим, вот мастера, которые развиваются, обучаются, участвуют в конкурсах. Но хочется же ходить к опытным. Естественно. Но нет возможности развиваться. Эту возможность надо придумать в нашем Крыму для того, чтобы возможность была каждому пойти обслужиться и, соответственно, чтобы ценник был доступный, допустим, ну, для многих людей. Я вот все-таки хочу немножечко вклиниться с точки зрения мужской солидарности. Поговорим напоследок немножко про мужскую красоту. Насколько я знаю, сейчас уходит тенденция вот этих милитаристских причесок, унитарных абсолютно одинаковых, и мужчины отпускают гривы, что, конечно, хорошо, правильно, я имею в виду в плане длины волоса. Насколько эти тенденции сейчас прослеживаются в Крыму и вообще мужской уход за волосами? Я знаю, что появились в барбершопе, довольно-таки модная тема. Я сам посещал в свое время, правда, сейчас отращиваю, поэтому давно не было уже. Но в целом, мне кажется, преображаются не только мужчины, не женщины, но и мужчины полуострова. Дело в том, что вот еще повторюсь, когда я приехала с чемпионата, я там была в Екатеринбурге в жюри, мне кажется, что было наполовину, это были мужские работы, креативные, барбары и классические. То есть и наполовину женские работы. В женских работах были прически, стрижки, окрашивания. На сегодняшний день мужчинам столько же уделяется внимания, времени, естественно, техник. И существует, ну, на самом деле, индустрия красоты, она развивается бешено. Она развивается, и мужчины вот точно так же, 50 на 50, как бы с женщинами. Много окрашивания, я думаю, что вы следите, как вы говорите по инстаграму, да, много техник, мужских стрижек. Очень много посвящается именно бороде, да, и очень много проводится мастер-классов, также чемпионатов, также участий и также всего на сегодняшний день, что связано с мужской модой. И даже существуют полностью стилисты, которые одевают, обувают и делают прическу. Вот такая позитивная нота под конец разговора. Спасибо вам большое за дискуссию, мы рады вас у нас видеть. Я напоминаю, с нами была Наталья Ходенко, ее очаровательная помощница. Девушки перевезли кубки из Европы. Ну, спасибо. Прекрасно, да, мы действительно смотрим, что-то в инстаграме происходит, как преображаются уважаемые крымчане, и что они делают со своими прическами, да и не только. Чем вообще занимаются в интернете жители Крыма? Прямо сейчас вам и покажем. Мусороуборочная машина делает хоть и полезное дело, но нередко сама препятствует движению. Приходится объезжать. Главное, чтобы не было сплошной. Правда, так везет не всем. В сеть попали кадры, как на одной из улиц Симферополя водители вынуждены объезжать грузовик через двойную сплошную. С маячками или без, а все равно нарушение, пишут комментаторы. А такой легкий способ выгрузки автомобиля взяли на вооружение герой следующего видео. Дело, конечно, быстрое, но вот автомобиль жалко. Пользователи негодуют. После такого ремонта нужен еще один ремонт. Относитесь к чужому имуществу бережно и с уважением. В сеть попали кадры пожара на трассе возле поселка Ивановка Сакского района. По заявлениям очевидцев, горят сухие камыши. В ролике видно, что площадь возгорания достаточно большая. Несмотря на то, что движение на трассе сильно ограничено, некоторым пользователям все же удалось проехать опасный участок дороги. Кадры такого ремонта дороги выложил один из пользователей сети. Один участок, конечно, залатали, но буквально в паре метров красуются глубокие ямы и выбоины. Не знаем, радоваться ремонту или нет, пишут комментаторы. Будем надеяться, что дорогу в ближайшее время отремонтируют полностью. И снова мусор. На этот раз в районе улицы Севастопольская. Неподалеку от торгового центра образовалась настоящая свалка. Неизвестно, кто причастен и кто будет это убирать. В любом случае, давайте вместе заботиться о чистоте родного края. Ну, а еще благодаря интернету вы можете видеть, например, животных. И я хочу сказать, что благодаря нашей постоянной рубрике «Еще дом» уже удалось пристроить этих хороших хозяев Элизе и Алане. Но есть еще животные, которые ждут этого. Поэтому, пожалуйста, посмотрите этот ролик. Элиза. Потрясающая собака с отличным характером. Она замечательно ладит с людьми, с детьми дружелюбна. Не собака, говорят волонтеры, а сказка. Привита. Звоните. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. А вот это еще одна красавица. Она все еще ищет дом. Поэтому все-таки я думаю, что найдутся неравнодушные. И я очень рада, что в принципе работает, работает, что так собаки находят новых хозяев. Неравнодушные, хочу сказать, находятся. Это правда. Например, есть замечательный программист из Китая. Новость с ним недавно попала в интернет. Он соорудил специальный автоматический приют для котов. Там теплые подушки, миски и еда. А что в нем самое замечательное, Саш, так это то, что там фейс-контроль автоматический, камеры распознают лица. И в эту будку пускаются только кошки, а собаки, которые тоже живут на улице, туда пролезть не могут. Это дискриминация. С одной стороны, а с другой стороны такой вот кошачий рай. Ну, надеюсь, для собак будет отдельная другая будочка. Возможно, побольше. Собаки все-таки будут более. Но на самом деле технологии, конечно, позволяют сделать просто замечательные вещи. Кстати, о замечательных вещах. У нас Аки Гермес, крылатый бог Александр Ткачев, прямо сейчас со своим кадуцием стадикама для стрим-машины гуляет по городу. И ему есть что нам рассказать. Доброе утро, крымчане! Доброе утро, студия! Я рад вас приветствовать, потому что утро по-настоящему прекрасное. Немножко морозное. Ну, ведь на самом деле весна только вступает в свои права. Персифона только-только потихонечку выходит из царства Аида. Но о погоде сегодня. На данный момент температура составляет порядка нуля градусов. Но сегодня не стоит расстраиваться, потому что день предпраздничный. И погода сегодня обещает быть тоже хорошей. Днем обещают плюс 12. Вообще, что интересно, я вам сейчас покажу прекрасную набережную нашего замечательного Салгира. Что интересно, так это то, что средняя температура марта для Симферополя составляет 3,9 градусов. Почти 4. И вот за первые 6 дней этого месяца мы уже перевыполнили норму почти на 2 градуса. А вот с осадками нам меньше повезло, потому что в марте выпадает в среднем 4-40 миллиметров осадков. А вот за прошедшие 6 дней выпало только 3 миллиметра всего лишь. Это 1% от общей суммы. Но ничего, впереди еще весь март. Вероятно, будут дожди и другие осадки. Главное, чтобы не было морозов. Я вот хочу тоже сделать небольшую историческую справку. Дело все в том, что самая холодная погода в этот день, 7 марта была в 1962 году. А, прошу прощения, это было самое теплое. И было 28 градусов. А самое холодное в 1987 году было минус 14. Но сегодня, как я и говорил, погода радует. Пока только ноль, но днем обещают плюс 12. И сегодня, помимо того, что стоит поздравить всех женщин, наших олицетворения весны, наших красавиц, в частности, я присоединяюсь абсолютно ко всем пожеланиям добрым. И хочу их передать всем тем, кто сейчас работает на нашем телеканале, кто трудится. Я знаю, что ассистенты много вкладывают труда. Поздравляем их. Их труд, к сожалению, остается за кадром. Но они очень много делают. Ну так вот, помимо всех женщин Симферополя, Крыма и России, я хочу поздравить и тех, у кого сегодня именины. А это Маргарита, кстати, такая у нас есть в ассистентах. Лучшая, можно сказать. Тереза, Антина, Вавила и даже есть такой персонаж по имени Тит. Вот его тоже поздравляем. Более того, поздравляем Федора, Филарета, Николая, Сергея, Виктора и Владимира. Всех этих людей поздравляем с именинами и желаем хорошего дня. Собственно, как и всем, кто смотрит программу «Утро нового дня». Друзья, утро прекрасное, погода замечательная. Пускай этот день пройдет солнечно и радостно. Мне интересно, что Саша делает возле моего дома. Мне кажется, он хотел зайти, наверное, ко мне в гости на чашечку чая или кофе, но забыл, что встретит меня в студии. И в студии вы выпьете чай и кофе. Каждый, кто что любит, и поговорите о том, как же прекрасно было в парке. Ну, действительно, несмотря на то, что утро морозное, все-таки весна идет полным ходом. И Александр, что тот сатир, лесной житель, гуляет по парку, рассказывает о том, как же прелестно. Надеемся, он встретил где-нибудь Эстер, богиню весны, и позвал ее поскорее к нам. Ну, потому что, Саша, не знаю, как ты, а я по теплу соскучился, ну, просто безумно. Невероятно хочется выйти на улицу, чтобы наконец-то не стучали зубы. Конечно. Просто, чтобы было хоть чуть-чуть теплее. Куртку уже хочется надеть просто, а не пальто. Вот уже висят эти куртки у меня и ждут, когда я уже буду выходить. Весенние. Да, конечно, весенние, да. Красоваться. А я хожу все в этих пальто, в пуховиках. Ну, надеемся, что совсем скоро, по крайней мере, поверим Александру. А можем, к слову, не только поверить, но и проверить. Знаешь как? Знаю. С помощью погоды и нашей графики, которая сделана для нас, наши потрясающие дизайнеры. Смотрим. 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 Теперь мужчины знают, как нужно одеваться. Сегодня, выходя за подарками своим любимым, мы можем им рассказать. Вот она, как, хорошо. Я навекаю, по-моему, целый день в эфире. Мне кажется, если я приду домой, например, завтра, и не увижу цветов, это будет нечто фееричное. Но я хочу сказать, что как изменились продажи накануне праздника, в общем, шоколад стали покупать на 400% больше. Цветы на 161% продажи выросли, а всякие сертификаты на 40%. А вообще, каждый пятый планирует потратить на подарки к 8 марта от 3 до 5 тысяч рублей. Ну, в принципе, сумма как тебе? Адекватная, нет? Да, вот такая, знаешь, прекрасная сумма теперь озвучена. И теперь мужчины, которые эту сумму слушали вместе со своими женщинами, меньше потратить не смогут. Спасибо, Александра. Да, мы все для вас. Я это нарочно делаю. От всего мужского, такого, скажем так, широкого сообщества. Говорю большое спасибо, Саша. И все-таки, ну вот, шоколад это подарок, который не стареет. И все-таки каждый день практически его можно кушать и все равно обрадоваться какой-нибудь вкусной, ну, для кого-то горькой, для кого-то, например, для меня, молочной шоколадки. Ну, а я горькая, конечно. Все-таки, мне кажется, дело в том, что я после того, как пошла в спортзал, я не могу есть любимый молочный шоколад. Мне совестно. Это правильно. Потому что все-таки иногда самодисциплина важна, но и побаловать себя все-таки нужно. Например, мы можем побаловать вас очень интересным, а главное, полезным сюжетом. Давайте посмотрим. Проводить пациента в процедурный кабинет, покормить с ложечки, вовремя поменять пеленку или просто помочь разобраться в мобильном телефоне. Кажется, что это мелочи, но они отнимают много времени у врачей и медсестер. Теперь в этом опытным медикам могут помочь молодые волонтеры, студенты профильных вузов с первого по шестой курс. Мальчики и девочки очень внимательные. Вот, выслушают, дадут совет, смиряют давление, спросят, какая температура, вот, и что принимаете, на что жалуетесь. Просто как настоящие доктора. С таким объемом работы справиться непросто, ведь должное внимание нужно уделить всем больным. Мы общаемся с пациентами, мы помогаем им непосредственно в процедурном кабинете, иногда помогаем непосредственно с гигиеническими мероприятиями в отделении. Измерить давление, сделать перевязку и даже просто выслушать больного – та часть работы, которую волонтеры берут на себя. А еще они заполняют документацию, помогают кормить пациентов, выдают назначенные врачом лекарства. Дети сами добровольно идут к нам в госпиталь и помогают нашим ветеранам. Вы знаете, это дорогого стоит, потому что есть же принцип такой, если хочешь стать человеком, то помоги другому человеку. И вот эти дети приходят в свободное от учебы время, в субботу, в воскресенье, даже когда им хочется и поспать, и, как говорится, погулять, они к нам приходят. Среди этих детей в белых халатах многие уже вполне по-взрослому определились, в какой отрасли медицины собираются работать. Кто-то хочет стать кардиологом, кто-то невропатологом. Врачи идут навстречу и направляют студентов в желаемое отделение. Волонтеры-медики оказывают сестринскую помощь практически все, кроме внутривенных и внутримышечных манипуляций. В администрации больницы убеждены, помощь студентов позволяет повысить скорость и качество оказания медицинских услуг в амбулаторном, профилактическом и стационарном лечении. Понять ту работу, которая проводится медицинскими организациями изнутри, можно только принимая непосредственное участие в ней. И вот эти девочки и мальчики приходят к нам и помогают нашему персоналу, а указывают реальную помощь. Сейчас ведутся переговоры и с другими медицинскими организациями. 22 февраля в Совете министров Крыма под руководством вице-премьера Аллы Пашкуновой прошел круглый стол, где присутствовали главврачи всех городских и республиканских больниц и поликлиник. Сейчас у нас идет стадия подписания соглашений и запуск данного направления в других также медицинских организациях. Это и Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи номер 6, это Симферопольская поликлиника номер 2, Симферопольская городская детская больница, онкодиспансер, где волонтеры-медики также будут помогать. Уже мы будем запускать это движение с марта месяца. Пациенты госпиталя для ветеранов с удовольствием общаются со студентами, а волонтеры не только получают практические навыки будущей профессии, но и узнают больше об истории своей страны из первых уст. С октября 2018 года на базе Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов волонтеры-медики оказали более 3000 часов медицинской помощи. Ксения Шарапановская, Алексей Староженко. Утронового дня. Побаловать, побаловать, что же, завтра придется делать и то, и другое. И это будут делать большинство мужчин нашей столицы, да, и Крыма в целом. А знаешь, как я это понял, Саша? Интересненько. А я потому что вижу уже чудесную веб-камеру, которая над Екатеринским сквером, и вижу пробку, которая образовалась. Что ты думаешь, они все на работу едут? Да нет, конечно. Они едут, чтобы выбрать всякие приятные штучки и приятности сделать своим дорогим домом. Приятные штучки, да, совершенно. Едут по торговым центрам, по всяким тайным интересным магазинам покупать сюрпризы. Они, конечно же, неординарные и уникальные. Но давайте посмотрим, что там все-таки на этих веб-камерах и что происходит в Крымском сквере. Первое, что я вижу, это солнышко. Яркое уже. Потому что скоро, вот вообще, сегодня день прекрасный, а вот еще завтра будет тоже прекрасный. Вот и солнце выходит, женщин радуют. Все должны дам радовать. Да весна красна уже вышла, будет каждый день прекрасный. Знаешь, весной и летом даже дождь не страшен, потому что ты понимаешь, что как только тучки разойдутся, сразу проступит солнышко. Яркое, да вот, собственно, прямо как сейчас. И главное, что теплое. Осталось потерпеть совсем немножко. Знаю, что мы это обещаем достаточно давно, но вы только посмотрите на это, как просто блестят окна. Домов отражают это солнце. Еще чуть-чуть, и вот просто сквер украсят деревья, уже одеты в зеленую листву, потому что пока еще все-таки голые, но я очень жду. Мне нравится идти по этому скверу, вот особенно вот там в проходочке, в небольшом таком, ну, аллейка, да, вот маленькая, и она такая красивая, она такая зеленая. Когда, да, когда листва сплетаются в арку, такую длинную, то это, конечно, красиво. Кстати, в Симферополе есть несколько таких арочных мест, не все подключены к веб-камерам, но ничего, показать не можем, зато расскажем. Я знаю, что еще за улицей Севастопольской есть одна из самых длинных в Симферополе каштановых арок. Это вот длинная-длинная и абсолютно зеленая дорога, вот этот сквер напоминает мне ее. На самом деле красиво, и главное, что романтично. А что еще романтично знаешь? Что? Дарить цветы. Не всем эта традиция понятна, не все знают, как правильно собрать букет, а более того, не всем нравится получить такие подарки, да? Бывают и такие девушки. Ну, бывают такие девушки, но мы делаем акцент на тех девушках, которые все-таки не такие. Нет, просто те, которые не любят дамы получать цветы, пусть им дарят что-то другое, но а мы сейчас расскажем именно о цветах. Уже завтра международный женский день, поэтому сегодня мы пришли к флористу, чтобы узнать, как создать самый красивый весенний букет. Если выбирать традиционно весенний цветок, тюльпан, нужно обратить внимание на характерный хруст. Растение с листьями глубокого зеленого цвета должно стоять ровно. Многие боятся, что когда покупают, например, зеленый, да, или когда закрытые бутоны, что он в итоге не раскроется, а просто завянет. Есть сорта, которые раскрываются, а есть сорта, которые не раскрываются. То есть, вот, допустим, красный тюльпан, он в целом не раскроется, вот именно этот сорт, он не раскроется полностью. И поэтому этого не стоит бояться. Плюс надо не забывать о том, что тюльпан у нас растет еще в воде. Вы купите маленький тюльпан, пускай он даже будет немножко с какой-то зеленцой, но зато он вам будет дольше радовать глаз. Любой цветок нужно подрезать ежедневно. На срезе образовывается пленка, которая мешает поглощать растению воду. Она должна быть чуть теплой или комнатной температуры, тогда и усваивается лучше. А вот под каким углом делать срез, уже не важно. Раньше считалось, что это должны быть горизонтальные линии. У срезанного коса стебля площадь больше, поэтому в теории питаться водой он должен лучше. Но, как показала практика, это не играет никакой роли. Мне очень нравится, что наши девушки стали более такими творческими и проявлять интерес к творчеству. Поэтому такой букет, мне кажется, может создать любая девушка. Я думаю, что я буду делать с белым тюльпаном букетик. А есть какие-то предпочтения у людей? Какой цвет тюльпанов, например, больше всего берут? Вот самый распространенный – это белый. И, в принципе, вот все сейчас, которые видите, вот только единственное оранжевое – это как-то, ну, так, не сказать, что он самый распространенный. Желтые тюльпаны тоже любят, но их не дарят мужчины, как по-своему, да, из-за этой песни. Хотя, на самом деле, если говорить про флористику, то именно желтый цвет – он цвет как солнца, радости. В каждой композиции используется не больше трех красок. Если вы не очень уверены, что удачно подберете цвета в букете, используйте беспроигрышный вариант – сочетание оттенков одной гаммы. Если цвет для своего букета вы можете выбрать любой, то есть одно правило – лилии, гвоздики и розы лучше не сочетать в одном букете. Учитывайте пол человека, для которого составляется композиция. Женские букеты имеют круглую форму, мужские – вытянутую. Для последних также характерны более темные цвета, например, фиолетовый или бордовый. Я думаю, пару веточек эвкалипта. Люблю я эвкалипт. Этот сорт называется Baby Blue. Это мой самый любимый эвкалипт. Я вот очищаю, чтобы мне было удобно собрать его и чтобы он здесь не торчал. Лично, как вот на мой взгляд, сейчас популярные, если смотреть именно по флористике, пудровые оттенки, либо это какие-то темные оттенки. Но я не могу сказать, что это понимают все. Если мы его будем складывать ровно, он у вас будет прижат. И когда вы его собираете в спирали, тогда у вас есть объем. Главное хитрое составление букета – соблюдать меру в украшениях. Чрезмерное изобилие зелени, ленточек, упаковки может испортить внешний вид и превратить букет в безвкусный набор элементов. Возьмите за основу какой-то точно цвет, который вы хотите. Допустим, красный. Купите его. Купите 5 тюльпанов красных. Что вам мешает пройтись по рынку и поприкладывать таким образом? Хорошо, плохо? Хорошо. Там, допустим, тоже можно, если правильно подобрать, переборщить, где-то просто, может быть, нотку какую-то вставить. То есть не делить пополам, а, допустим, взять за основу больше какого-то цветочка. Вот, допустим, возьмем сейчас букет. То есть у нас основа белая, но я немножко красненького добавлю, и я, на самом деле, планирую немножко розового добавить. И оно будет, на самом деле, как лично для меня, смотреться красиво. Сейчас очень популярны необычные букеты, в которых присутствуют экзотические короткие цветы и суккуленты, в отличие от предыдущих лет с их пластиковыми бантами, сетками и лишней зеленью. Самое главное в составлении букета – чувствовать и ориентироваться на то, что нравится вам самим. Первый час пролетел молниеносно, но интересно. Циферблат показывает ровно 8, а это значит, что в прямом эфире на двух каналах, на Первом Крымском и Крым-24, мы будем рассказывать вам о всем самом актуальном еще целый час. Да, Артем Андроновский, Александр Карнович с вами в студии. Мы пытаемся скрасить ваше утро. Это предпраздничный день. И надеемся, что, хотя, если учесть, что многие сейчас работают по сегодня, последний рабочий день на этой неделе, это, по-моему, уже праздничный день. Ну, от приятных моментов, закономерностей и новостей к важным, информационным и пусть даже не самым приятным. Табличка заказной. Под такой вывеской в Крыму работают и перевозчики нелегалы. Они уклоняются от налогов, пренебрегают правилами дорожного движения, подвергают опасности пассажиров. Чаще всего такие автобусы под пиратским флагом курсируют между Южнобережными городами и Симферополем. В администрации Ялты приняли решение проводить регулярные рейды и выявлять нарушителей. Свой эксперимент решила провести съемочная группа «Крым-24». О нем расскажет наш собственный корреспондент Зарема Дадаева. Эти автобусы курсируют из Ялты в Симферополь и обратно. Чтобы получить право на спецперевозки, водители должны заключить заказчиками договор фрахтования и прикрепить табличку. Нелегальные перевозчики научились маскироваться. На их машинах можно увидеть надпись «Заказной». Только транспорт с такой табличкой может перевозить пассажиров по индивидуальному маршруту. А выходить на рейс как междугородний по расписанию и наполняемости по закону не может. Но, как уверяют местные жители, эти перевозчики ездят так регулярно. Мы решили проверить, можно ли уехать с этим перевозчиком без предварительного заказа. Представляемся пассажирами, говорим, что нам до Симферополя. Кондуктор называет цену и приглашает в салон. Идём дальше. Обращаемся к водителю, но уже как к журналисту. Ответ мы так и не получили. Подтверждающих документов тоже. А это уже другой водитель заявляет, что все документы у него есть. Видите, билетики, всё как положено туда. Выдают. Вы продаёте билеты? Нет, не я продаю. Я только штрафы оплачиваю. Места в автобусе занимают быстро. Пассажирам зачастую всё равно, как добраться из пункта А в пункт Б. Знаю, что нелегально, но мне удобно. Место в этом транспорте вы не заказывали? Нет. Предварительно с водителями не связывались? Нет. Так удобно. Всё равно удобно. А водители междугородних маршрутов, которые отправляются с автовокзала, действительно страдают. Нелегалы для них реальные конкуренты. Конечно мешают. Был бы не был бы больше поток суда людей. Был бы больше в казну денег. Ну вот так вот, я сегодня пришёл, я прогнал 36-ти местных автобус. Было продано 7 или 8 человек. Какая выгода перевозчику? Никакой. Из-за нелегалов они теряют свою трудовую копейку. Но пассажиры левого транспорта рискуют потерять больше. Я езжу только по билету. Отношусь, конечно, естественно, крайне отрицательно к нелегальным перевозчикам, потому что я сторонник безопасности. Я хочу, чтобы меня охранял закон. По билетам всегда. Почему? Ну, мы за страховыми. Я больше за безопасность. Я просто студент, мне проще по билету. Кстати, каждый может оказаться нелегалом. У водителя заказного автобуса должен быть список пассажиров. Кого там нет, тот едет незаконно. В этом году в Ялте уже прошла проверка. Пока нашли нарушителя только за рулём. Был выявлен один нелегальный перевозчик, осуществляющий свою незаконную деятельность. Осуществляется непосредственно проверка либо на трассе, либо в местах, где они находятся, паркуются. Проверки продолжатся. Администрация Ялты совместно с ГИБДД, Ространснадзором и Министерством транспорта планируют ежемесячные рейды. Плюс изменения законодательства. С 1 марта вступил в силу положение закона о лицензировании. Мы возлагаем надежду на этот закон, так как он усилит ответственность перевозчиков, всех перевозчиков, в части законодательства и исполнения своих обязанностей. Задержанного без документа перевозчика ждёт штраф от 100 до 400 тысяч рублей. Зарема Дадаева, Александр Кровец, Новости 24, Ялта. Возрождение крымской культуры. Итоги работы прошлого года подвели в обновлённом музыкальном училище имени Чайковского в Симферополе. Туда прибыли почётные гости, в числе которых советник президента России по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой. Что изменилось в одной из ведущих творческих кузнец кадров и что в приоритете на ближайшие годы, расскажет Елена Носкова. Студенты используют каждую свободную минуту, чтобы отточить свои навыки. Импровизированные репетиции, как и занятия, теперь проходят в условиях, соответствующих современным стандартам. Для того, чтобы музыкантам было комфортно учиться и выступать, нужна температура 20-22 градуса. Раньше здесь приходилось выступать в пальто, куртках и не говоря уже о концертном зале, где постоянная температура была 8 градусов. Сейчас здесь очень комфортно и прямо хочется приобщиться к творчеству. Капитальный ремонт концертного зала сделали впервые за 40 лет. Обновили все, от инженерных коммуникаций до отделки. Подрядчик выполнил работу в срок. Стали помещения светлее, красивее, залы акустически в лучшем состоянии. Студентам стало приятнее заходить в помещение, работать, инструменты новые появились. За то время, за те пять лет, которые мы вошли в Россию. Время обеденное и после духовной пищи для студентов готово вполне материальное, вкусное и полезное. Столовая поменялась, вообще полностью дизайн, все это изменилось. У нас было раньше, ну не очень тут условие. Изменилось все, буквально заново отстроили наше училище. На капитальный ремонт учебного корпуса и концертного зала, теперь он один из лучших в республике, потратили около 70 миллионов рублей. Работу планируют продолжить. Вышел из экспертизы проект третьей, скажем так, фазы капитального ремонта. Это вся прилегающая территория, ремонт ограждения, точнее его новое строительство, поскольку как такового его не было, а по российским стандартам оно должно быть. И мы надеемся, что к концу этого года вот этот третий этап будет завершен. Итоги работы прошлого года и планы на этот обсудили на заседании коллегии Министерства культуры Крыма. Учтут опыт первой пятилетки и продолжат возрождение домов и дворцов культуры. Будут развивать и другие отрасли сферы искусства. Мы в передовиках по средней заработной плате, вот к вашему вопросу об итогах. Мы в передовиках по освоению бюджетных средств. Я думаю, что такой слаженной командой мы в 2019 году дадим хорошие результаты. Огромный пласт работы – это реставрация наших объектов культурного наследия и поддержка профессионального искусства. Высокие результаты в сфере культуры крымчане показывают со студенческой скамьи. В обновленном концертном зале они получили именные стипендии Совета Министров. В республике планируют создать еще больше площадок для досуга и развития талантов. Первые два с половиной года готовилась проектно-сменная документация практически по всем объектам. Она сегодня выполнена с учетом особого внимания президента к республике Крым. То есть деньги на все проекты есть без исключения. Поэтому все памятники нашего культурного наследия и действующие объекты культуры, клубная система, о которых тоже не надо забывать, то есть будет восстановлена. Библиотечный фонд требует обновления и так далее. Но большинство этих проектов будет включено в части реализации в рамках нацпроектов. Темпы развития Крыма и целевое использование средств из федерального бюджета оценил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой. Освоение 99,99%, то есть почти стопроцентное освоение. Казалось бы, что тут такого, но это так трудно, трудно добиться выделения денег. Еще труднее, чтобы эти деньги не пропали, не ушли обратно в бюджеты, чтобы они пошли на дело. Вот как бы меня эта цифра поразила. Я считаю, что далеко не каждое ведомство и далеко не каждый субъект Российской Федерации может этим похвастаться. В приоритете развития сферы искусства республики – возрождение в небольших населенных пунктах культурных учреждений и их обеспечения современным оборудованием. Елена Носкова, Роман Ананьев, Игорь Сюткин. Новости 24. Ну, хочется сказать, что еще одна приятная новость – это то, что Омич взял и поджег общежитие, чтобы впечатлить… Вот так приятная новость. Подожди, чтобы впечатлить свою возлюбленную. То есть он, видимо, хотел быть таким героем, сначала что-то поджечь, потом потушить. Это классический пример, когда мужчина решается на безрассудство. Вот не удалось ему все сделать гладко и… Заподозрили, да, все-таки что-то там нечистое, скажем так. Ну, конечно, впечатлить любимого человека – это дело благородное. Главное – сделать это правильно и уместно. Для меня всегда было интересно. Люди часто ведут свою вторую половинку в кино, чтобы показать, чтобы посмотреть вместе какой-то впечатляющий, захватывающий фильм. Как они не ревнуют, как они не боятся того, что актеры и персонажи, которые показаны в фильме, могут показаться немного, ну, скажем так, привлекательнее, ярче, чем сам горе-возлюбленный. Ну, благо, конечно, это все шутки и юмор, потому что мы знаем, что реальная жизнь – это реальная жизнь, а кино – это кино. Но, тем не менее, нужно знать, на что пойти и что посмотреть. И об этом прямо сейчас. На киноэкраны выходит американская комедия «Родители легкого поведения». В центре повествования обеспеченная семейная пара – Фрэнк и Нэнси. Когда приходит время отправлять дочь в колледж, оказывается, что богатство семьи не безграничное. Чтобы скрыть финансовый крах, горе-авантюристы разрабатывают коварный план. Они готовы пойти на все, чтобы их тайна не всплыла на поверхность, даже сдать в аренду чужой особняк. Время сеансов вы можете выбрать сами. С драмой Ван Гоги после 24-летнего перерыва возвращается в кинорежиссуру Сергей Ливнев. Герой повествования – талантливый, но безызвестный художник Марк. Много лет живет за границей, с отцом практически не общается. Когда у Марка обнаруживают неизлечимую болезнь, он решает лететь на родину, с надеждой найти, наконец, общий язык с родственниками. Главные роли сыграли Алексей Серебряков и польский актер Даниэль Альбрыхский. Еще одна премьера – комедия «Лови момент». В главных ролях звезда клипа «Экспонат» и актриса театра Юлия Топольницкая. Ее героиня – Рита, амбициозная девушка из провинции, решившая вырваться из рутинной жизни небольшого черноморского городка. Приезжает в Москву поступать в театральное училище. Покорит ли она столицу и с какими трудностями столкнется, покажут на вечерних сеансах. Сами, конечно, вы можете выбрать не только время сеансов, но и когда, и как, да и чем вам заправлять своего железного коня. Сам, как водитель, понимаю – дело важное. Давайте посмотрим, что там на рынке по ценам. Слушайте внимательно. Газ стоит 27 рублей 96 копеек. Цена не низкая, не высокая, на данный момент средняя. Дизельное топливо – ясное дело дороже. 51 рубль – 31 копейка. 92-й бензин дешевле. Фактически на 4 рубля. 47 рублей – 21 копейку будет стоить это топливо. 95-й бензин стоит 50 рублей 35 копеек. Вокруг этого вида топлива мифов просто не счесть, но как на самом деле, мне кажется, каждый решает сам для себя. У кого-то автомобиль действительно едет лучше, а у кого-то требует все-таки 92-й бензин попроще. Ну а вот что сложнее, так это 98-й бензин. Стоит он 56 рублей 59 копеек. Неудивительно. Бензин для мощных автомобилей, для любителей скорости. А вот скоростной режим нарушать все равно не стоит. Не стоит спешить в принципе. И с покупкой, продажей валют, например, тоже. О них прямо сейчас вам и расскажу. Что у нас по валютам? Давайте посмотрим вместе. Ситуация, конечно, меняется радикально и довольно-таки часто. Доллар стоит 65 рублей 84 копейки за единицу. Он немного вырос. Ничего. Бывает всякое. Иногда растет, иногда падает. Вот евро, например, упало. 74 рубля 41 копейку за единицу. Что сказать? Стоимость такая, возможно, немножко подрастет. Кому что более выгодно. Действительно интересно. Ездить нужно осторожно. Осторожно нужно. И обращаться со своими валютами. Ну, в принципе, вообще, все, что мы делаем, с этим нужно быть крайне внимательным и осторожным. А то еще ненароком какая оплошность на видео попадет. Особенно, если учесть, что каждая оплошность, особенно самая постыдная, все-таки попадает на видео. По закону подвости. Да, да. И вот, как говорится, слово «не вырубишь ни пером», написанное «пером не вырубишь топором», а то, что снято на видео, вообще никогда, ниоткуда не удалишь, особенно если это видео попало в сеть. И именно поэтому мы подготовили маленькую подборочку видео, которые сняли крымчане и выложили в сеть. Ну, чтобы вот точно закрепить это в сети и в вашей памяти прямо сейчас. Мусороуборочная машина Дело, конечно, быстрое, но вот автомобиль жалко. Пользователи негодуют. После такого ремонта нужен еще один ремонт. Относитесь к чужому имуществу бережно и с уважением. В сеть попали кадры пожара на трассе возле поселка Ивановка Сакского района. По заявлениям очевидцев, горят сухие камыши. В ролике видно, что площадь возгорания достаточно большая. Несмотря на то, что движение на трассе сильно ограничено, некоторым пользователям все же удалось проехать опасный участок дороги. Кадры такого ремонта дороги выложил один из пользователей сети. Один участок, конечно, залатали, но буквально в паре метров красуются глубокие ямы и выбоины. Не знаем, радоваться ремонту или нет, пишут комментаторы. Будем надеяться, что дорогу в ближайшее время отремонтируют полностью. И снова мусор. На этот раз в районе улицы Севастопольская. Неподалеку от торгового центра образовалась настоящая свалка. Неизвестно, кто причастен и кто будет это убирать. В любом случае, давайте вместе заботиться о чистоте родного края. Ну, в родном краю, у края, я забыла, как правильно. Да и так, и так. Да. Проще сказать, на родине, у нас на родине все прекрасно. И я знаю, что сейчас Александр Ткачев вышел уже на улицу и смотрит, что именно прекрасного. Лучезарный лик какой, интересно. Саш. Доброе утро, крымчане. Действительно, у нас на родине все прекрасно. Особенно радует то, что пришла настоящая весна. И это повод порадоваться. И ведь на самом деле мы стоим с вами, друзья, в преддверии большого праздника 8 марта. И неспроста праздник женщин выбран в это время. Весной. Потому что, как известно, весна это жизнь. И женщины тоже дарят жизнь. И сегодняшний свой стрим, настоящий, я хотел бы посвятить именно им. Меня очень часто упрекают в том, что иногда я слишком сильно увлекаюсь ботаникой. Но думаю, что мой настоящий стрим будет немножко оправдан. Дело все в том, что какой-то добрый самаритянин когда-то решил облагородить Симферополь. Мы видим кедр перед собой. И посадил одну единственную луковицу прекрасного цветка под названием крокус. И сейчас я хочу показать вам, друзья, их целая поляна. Вот они везде, везде, везде. Везде прекрасные цветы крокусы. Дело все в том, что крокус это крымский эндемик. У нас на полуострове произрастает два вида этого прекрасного первоцвета, эфемероида. Крокус прекрасный и крокус двуцветковый. Это вот крокус прекрасный. Еще это растение известно как шафран. Вы знаете такую пряность наверняка. Еще это растение издариве используется для краски тканей в желтый цвет. Его пестики, грамм этих пестиков способен окрасить почти 100 литров воды, которая потом будет использована для окрашивания тканей. И вот вся эта поляна, это подарок женщинам, которые наверняка ждут этого дня. Подарок, потому что глядя на эти прекрасные крокусы, душа радуется. Вся, вся поляна состоит из этих прекрасных цветков. И это просто замечательно. Посмотрите, как они прекрасны. Сколько их много. Действительно повод порадоваться. Дорогие друзья, дорогие крымчане, я призываю всех, абсолютно всех мужчин, поздравить сегодня своих дам с прекрасным праздником, с весной, с ее наступлением, таким долгожданным. И пожелать им здоровья, это самое главное в жизни. Пожелать им радости и оставаться такими же прекрасными, какие они есть, подобно цветкам. Студия. Саша, спасибо огромное. Я сегодня приду домой и скажу, что Саша Ткачев подарил мне целую поляну цветов. Ох, представляю, что будет подарено в ответ. Я думаю, что целая поляна благодарности Александру. Ну что же, действительно, подарком для прекрасных дам сегодня была не только поляна цветов, но и сам Александр. Его я с крокусом, конечно, сравнить не могу. А вот с прекрасным кипарисом, утонченным, стройным, который, к сожалению, в Симферополе не растут, можно. Правда, вот кипарисы не растут, а Александр Ткачев ходит по улицам города и рассказывает нам все самое интересное и актуальное. Действительно, каждый раз культурно обогащаюсь просто на максимум. Да, это, безусловно, так, только иногда у меня появляется ощущение, что я оказываюсь то ли в древней Амариме, то ли в древней Греции, но, тем не менее, это неплохо. Конечно, ну, Александр знаменитый авидеолог, любитель метаморфоза видео, поэтому, естественно, немножечко нас в эпоху принципиата отправляет каждый раз. Не страшно, даже полезно. Полезно вообще изучать мир вокруг себя, открывать для себя много нового. Мы благодаря нашим коллегам это делаем каждый эфир просто как можно больше, и у нас есть хороший тому пример, о чем мы можем рассказать, Саша. Мы можем рассказать об уроке, например, об уроке цифры. Я нахожусь в здании Республиканского пресс-центра. Здесь, уже в эти секунды, начинается урок цифры для детей 10 класса 14 школы Симферополя. Туда идем. Предыдущая страна по внедрению искусственного интеллекта – это Россия, ребята. Это мы с вами. То есть за вами, за вами большое будущее. Мы, Министерство внутренней политики, информации и связи, глава Республики Крыма, Сергей Валерьевич Аксёнов, в первую очередь возлагает большие надежды на вас. Я отвлеку вас ненадолго. Вы в 10 классе профессию уже выбрали, она будет связана с цифровыми технологиями. К сожалению, нет. Но а такие уроки полезны или нет для вас? Я считаю, что они полезны. Я хотел ясно определить, чтобы... Спасибо большое. Мы построили по поручению главы Республики Крым, в первую очередь экстрементентами, Центр обработки данных, который находится здесь на первой этаже, и сегодня вам его покажут. Это просто машины, которые обрабатывают всю информацию, которая переходит, стекается в Республику Крым. Ну а теперь от теории мы готовы перейти и к практике. Для ребят устроить экскурсию по предприятию Крымтехнологии – проходите. Это все для них. Знакомство с Центром обработки данных мы начнем с этого места. Здесь представлены стенды. Это по строительству Центра обработки данных Республики Крым. Вот сейчас вы находитесь в самом центре обработки данных. В самом его сердце вы наблюдаете. Какие-то ощущения есть? Ну, интересно очень, волнительно. Хочется что-то новое узнать. Я думаю, обязательно узнаете. Спасибо. Вы компьютеры играете в игры какие-то? Да. Хотели бы себе такой компьютер? Не знаю, можно было бы. Можно было бы? Тогда бы всех точно выигрывали? Конечно. Ну, желаю, чтобы такой у вас был тоже. Спасибо. Что больше всего понравилось? Расскажите. Я просто очень много информации для себя узнал новой, которая... Мне, в общем-то, все понравилось. Интересно очень было и увлекательно. Ну, а может быть, профессию выбрал уже в 10-м классе все-таки? Пора определяться. И, может быть, что-то изменилось после этой экскурсии? Я думал над этим вопросом, но пока еще к окончательному выводу не пришел. Ну, вот после экскурсии скажите, что вам больше всего понравилось? Ну, наверное, система обработки данных. Ну, нам рассказали про ее структуру, про ее работу, и это было очень интересно и познавательно. В профессии определился уже? Чем будешь заниматься? Честно сказать, пока еще не до конца. Ну, вот такие уроки, они как-то помогают определиться или нет? Ну, в принципе, да. Я считаю продвижение IT-технологий очень интересным направлением. Извините. Очень интересным направлением и, возможно, в будущем буду заниматься тоже продвижением нашей технологии. Урок цифры завершен. Благодаря таким мероприятиям ребята могут увидеть, как же развиваются технологии на нашем полуострове. Ну, да, Никита абсолютно прав. Вот благодаря многим урокам и такого формата особенно можно увидеть, как развиваются на полуострове не только цифровые технологии, но и машиностроение, все остальное. Хотя у нас, конечно, машины не строят, но ремонтируют. А если говорить о других регионах, даже не нашей страны, то я хочу затронуть тему Кювейта. Там пара установила новый рекорд. Заинтриговала? Да, еще бы. Ну, даже если нет, я все равно... Нет, конечно, что рекорд пара. Я все равно продолжу. В общем, молодожены даже не успели покинуть территорию здания, в котором проводилась церемония бракосочетания. Они развелись через три минуты. Три минуты, ты понимаешь? Это точно рекорд. Ну, а все было только потому, что девушка... Ну, это она захотела, конечно, расторгнуть эти отношения. Ох, ветреные дамы, ничего удивительного. Она просто подскользнулась. И ее молодой человек ее обругал. Он, я не скажу это слово, это было нехорошее слово, он ее назвал. И она решила, что все, хватит это терпеть, платье надела, можно снимать. Сказал, простофиля. Сказал. Ну, не совсем. Что-нибудь такое, говорит, вот негодница. Вот так вот на резких поворотах и отношения оказались в Кювете. Такой вот колумбур, не за что. Тем не менее, на самом деле, очень важно, если принимаешь уже такие какие-то важные решения, которые могут изменить всю твою жизнь, стоит подходить к этому все-таки с умом, потому что и руководствоваться не только эмоциями, потому что три минуты, это, конечно, срок, но не такой уже и срок. И все же, знаешь, да, хочу сказать, что иногда к некоторым вещам, наоборот, напротив, нельзя относиться слишком серьезно, потому что слишком серьезное отношение к вещам впоследствии в них разочаровывает. Когда ты узнаешь, что, ну, не все так радужно, не все так ярко, да, и не все так идеально, как хотелось бы. Хотя, с другой стороны, возможное решение и правильное. Все-таки, кому нужен любимый, близкий человек, который не стесняется упрекнуть тебя в твоих минимальных проступках? А вот с кем разводиться ни в коем случае нельзя. И раз уж приручил, нужно ухаживать и следить, так это домашние любимцы. Ну, домашние любимцы действительно, потому что мы же несем за них ответственность. Если ты уже взял себе собаку или кошку, будь добр, понимай, сознавай, и ни в коем случае потом животину не выбрасывай на улицу, потому что это безответственно, и это как ребенка, что ли, оставить. Да, вот просто без средств существования. Конечно, но есть такие зверушки, которым мы можем дать дом прямо сейчас. Их бросили к предыдущей хозяеву, ну, а вы можете оказаться их новыми. Давайте посмотрим. Элиза. Потрясающая собака с отличным характером. Она замечательно ладит с людьми, с детьми дружелюбна. Не собака, говорят волонтеры, а сказка привита. Звоните. Плюс 7978-863-1103. Чудесная собака, впрочем, вот как и все зверушки, которых мы показываем. Ну, по-настоящему добрые глаза. Не зря говорят, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Ну, а если вы все-таки даже решили ее хотя бы не брать себе, да, вот не нести такую ответственность, то их всегда можно покормить, обратиться по этому номеру телефона и оказать посильную помощь. Это тоже не так уже прям серьезно и ответственно, как усыновить животное или удочерить. Конечно, но это все равно помощь, однозначно. Но я не представляю, как можно не усыновить или удочерить. Кстати, отлично. Ты знаешь, на самом деле так ведь и есть, я думаю, что человек, который берет себе домашнее животное, он к нему как к ребенку в хорошем смысле и относится. Ну, вот я знаю, даже на примере, вот моей лучшей подруги Маша, она уже вот так вот установила, она так и называет третьего кота. И вот это было абсолютно хаотично. Первый раз она там пошла в банк, увидела там кота в коробке, а потом второй раз тоже как-то так, и третий просто вышла из подъезда и увидела замерзшего котенка и забрала. А потом хотела его пристроить, а в итоге не смогла с ним расстаться. Это как знаменитая шутка, нет, я не балую свое животное. И потом показывается картенька, как собака в колпачке празднует день рождения с какими-нибудь угощениями, пирожными и прочим. Или как у кота целая тренажерная комната, где он развлекается как хочет. А когда миллионеры оставляют все наследство своим собакам, кошкам? Да, интересно, на что они их тратят? Ну, пожалуй, что на косточки и на дорогих выгульщиков. Да, вот этот профессионал, который приезжает на лимузине в смокинге, берет тебя за твой бриллиантовый золотой поводок, и вы гуляете с ним по парку. Но это не новость. Да, а новости, они же где? В интернете. Ну и прямо сейчас мы бы сделали для вас потрясающую подборку новостей из интернета. Документы, пожалуйста. По сети разлетелось видео с застенчивым солоненком, который никак не может отважиться подойти к туристам на автомобиле. Малыш набирается храбрости и делает шаг навстречу, но потом быстро теряет пыл и остывает. Даже не верится, что из такой крохи вырастет самое большое сухопутное млекопитающее. Кофе машиной в офисе уже никого не удивишь. А что вы скажете про пивомашину? Изобретение века шутят пользователи. Другие, напротив, критикуют аппарат. Мол, напиток не по тем углом наливает, да и не с той скоростью. Правда, на рабочее место такого помощника точно не поставишь. А участники этого дорожного происшествия запомнят все в ярких тонах. Грузовик столкнулся с фурой, которая перевозила красящие средства. В результате в желтое красилось дорожное полотно, кабина и лицо водителя. Ничего не скажешь, яркое событие. Будьте внимательнее за рулем. Ловкости героя следующего ролика можно только позавидовать. Бармен, джинглируя, закидывает бутылку на потолочную балку. Кажется, случайность, но нет. В следующее мгновение он возвращает ее обратно. Конечно, тут дело не только в таланте. Годы тренировок и сноровка – залог успеха. А вот что происходит, когда за дело берется непрофессионал. В следующий раз следует держать предмет крепче и быть повнимательнее. Что не помешало бы героине следующего видео, так это теплый чай и сухое полотенце. Не стоит гулять по скользким камням, не имея возможности за что-то ухватиться. А то, глядишь, и скалистый берег обернется бесплатной водной горкой. Надеемся, море не слишком холодное. Работник заповедника спас дикую кошку, посаженную браконьерами на цепь. Животное, хоть и перепугалось не на шутку, зато обрело заслуженную свободу. Нелегальный от илов обитателей саванны – дело нередкое. Хорошо, что есть люди, которые могут защитить природу. Милое видео напоследок. Щенок учится брать еду из рук хозяина. Правда, получается это у него не очень. Вместо лакомства в пасте оказывается рука человека. Мы над этим работаем. Шутливо пишет автор ролика. Правильно, терпение и труд – все перетрут. Терпение и труд, но я когда видела все перетрут, но когда видела видео с девушкой, которая открывала что-то непонятное, я сразу поняла, что это я. А мы, знаешь, тоже не как из видео, которое мы видели первым, про Солоненка, мы совсем не застенчиво. Вот прямо сейчас берем, встаем и отправляемся к нашему гостю. Да, у нас в гостях уже нас ждет Нана Иванова, заведующая кафедрой офтальмологии. Здравствуйте. 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 Рады вас видеть. И поздравляем с наступающим женским днем международным. Спасибо большое. Я вас тоже поздравляю. И хотела бы поздравить всех женщин Крыма с этим прекрасным днем. И пожелать всем здоровья и рядом, чтобы всегда был достойный мужчина. Потому что, сказал Тортон Уайлдер, женщина может быть женщиной только тогда, когда рядом есть достойный мужчина. Особенно своих коллег, врачей, у которых очень часто эти праздники превращаются в самые страстные будни. Всех с праздником. Да, это интересно. Про мужчину мне очень понравилось. Мы только сегодня утром говорили, что этот день должны праздновать не только женщина, а к нему с воодушевлением должны подходить и мужчины. Без них праздника не будет. Конечно. Когда у твоего близкого человека праздник, это праздник и для тебя. Ведь родители же поздравляют с днем рождения детей, правильно? Потому что радостью всегда нужно делиться. Обязательно. Ну, а для того, чтобы делиться радостью, наверное, нужно не болеть. Самое главное – здоровье. Самое главное. Ну, и расскажите, пожалуйста, вот вы как офтальмолог, вот с чем у нас сейчас чаще всего сталкиваются, какие проблемы в этом направлении? Крымчане, да. Вы знаете, я с удовольствием согласилась на ваше предложение, потому что вот 5 марта во всем мире проходил день борьбы с глоукомой. Буквально вот вчера, позавчера. Но этот день последние 5-6 лет уже стал как неделя борьбы с глоукомой. Эта проблема очень актуальна, потому что инвалидность очень высокая. И если человек имеет глоукому, а это высокое давление внутри глаза, но не всегда оно высокое, есть разные формы глоукомы, то это неукоснительно ведет к слепоте. Ну, для актуальности я вам скажу, что во всем мире больных глоукомой порядка 112 миллионов. Это целая армия людей. И из них 11 миллионов уже слепых на оба глаза. То есть каждый десятый пациент с глоукомой, он слепнет. Вот для того, чтобы этого не было, проводят вот эти вот дни глоукомой, борьбы с глоукомой, для того, чтобы привлечь внимание всех людей к тому, что надо вовремя прийти к врачу, что обязательно надо проходить ежегодно профилактические осмотры. И даже не один раз в год, а если есть возможность, два раза в год, особенно если есть в семье больные глоукомой, глоукома, она генетически передается. Это не наследственное заболевание, но есть наследственная предрасположенность. И у нас уже есть пациенты, которые болеют в третьем поколении. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям нашей республики, привлекаю их внимание к этой проблеме. И прошу, чтобы все в обязательном порядке прошли обязательное обследование. Эти дни во всех поликлиниках, клиниках, стационарах, глазных, офтальмологических проводится бесплатный осмотр всех пациентов, бесплатное измерение глазного давления, проверка зрения. Я всех вас призываю, пожалуйста, обязательно обратитесь к офтальмологу. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше вероятности остаться зрячим сегодня в арсенале врачей. Есть огромное количество медикаментов, очень высокоэффективных. Есть самые современные у нас в Крыму лазерные технологии лечения. Очень много опытных микрохирургов по глаукоме. Поэтому все возможности для того, чтобы сохранить зрение, у нас есть. Главное, чтобы это было сделано вовремя. То есть даже если ничего не болит? Абсолютно ничего не болит. Идешь и проверяешь, конечно. Проверяюсь. Это очень важно. Это полезная информация. Спасибо. Я надеюсь, что наши зрители воспользуются и обязательно сходят. Ну и хочу обратить внимание, что глаукома, вы правильно сказали, ничего не болит, постепенно, медленно снижается зрение. И лишь только человека могут беспокоить. Легкое затуманивание зрения, особенно по утрам. Радужные круги при взгляде на источник света. То есть это очень такие вот микросимптоматика, на которую далеко не каждый человек обращает внимание. Ну, конечно, казалось бы, просто глаза не умыл, там, или аппаратеры как-то. Конечно. Поэтому я всех приглашаю. Если раньше считалось, что 40 лет, вот старше 40 лет болеют, то сегодня глаукома помолодела. Болеют и в 20 лет, и в 25 лет. Поэтому, пожалуйста, всем я рекомендую в обязательном порядке пройти вот такое обследование. И внимательно наблюдаться, и слушать своего доктора. И зрение вам будет гарантировано на всю вашу жизнь. Про докторов. Насколько я знаю, вы с удовольствием приняли не только наше предложение прийти сегодня, за что вам большое спасибо, а еще и предложение прийти в передачу «Доктор Левин», которая выходит в это воскресенье, выйдет с вами. Интересно, какие темы вы там поднимаете, о чем говорили? Ну, потом, да, обсудим темы. Это будет секрет. Конечно. А, да, наоборот, напротив. Это будет инкогнито, потому что интерес обладает болезнь. Напротив, совершенно верно. Давайте смотрите «Крым-24», первый крымский, потому что в эфирах наших телеканалов выходит программа «Доктор Левин». Очень познавательная медицинская передача, которая, ну, она просто очень понятная. И на все свои вопросы можно получить ответ. Да, мы уже так заинтриговались, что, я думаю, все, кто смотрит на сейчас, обязательно в воскресенье посмотрят «Доктор Левина». Ну, и, конечно же, обязательно узнать для себя много нового, а главное – полезного, потому что здоровье – это самое главное. Ну, и если мы уже говорим про здоровье, если все-таки мы почувствовали эти признаки, о которых вы говорили, нужно сразу бежать к врачу, не откладывать их, что вот на работе потерплю еще 5 дней, вот подожду выходного. Вот важны ли в таких моментах, я хочу узнать, вот дни, вот на что счет идет? Ну, если там высокое давление и есть признаки глаукомы, то, конечно, счет идет и на дни, и на часы. А если, чем больше высокое давление внутри глаза, тем больше разрушаются зрительные функции. Тем больше… А зрительные функции глаз – это мозг, вынесенный на периферию. Поэтому это нервные клетки, они не восстанавливаются. То, что потеряно, уже потеряно. К сожалению. Да, поэтому откладывать нельзя. То есть можно только остановить процесс обратительства. Приостановить, притормозить, стабилизировать и наблюдать дальше, чтобы не было новых таких вот срывов. Поэтому обязательно в порядке надо обращаться. Глазных болезней очень много. У нас в Крыму есть свои болезни, о которых стоит поговорить, и люди об этом должны знать. И самое главное, люди должны иметь информацию и иметь возможность для того, чтобы прийти. У нас в Крыму для этого все сделано. У нас есть система обязательного медицинского страхования, которая позволяет в лучших клиниках пройти обследование, получить высококвалифицированную консультацию и проходить наблюдение. Спасибо вам большое. А я напоминаю, что у нас в гостях была Нана Иванова, заведующая кафедрой офтальмологии. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Мы уже, наверное, будем двигаться к другим новостям. Конечно. Пришли, замотивировали, рассказали столько всего полезного. Вот честно, захотелось самому бежать, проверять зрение. Пожалуйста, приходите. Придем. Спасибо вам большое. А у нас, между прочим, есть что вам рассказать еще на тему медицины. Поговорим о волонтерах, а точнее расскажем и покажем, как происходят дела в этой отрасли. Проводить пациентов в процедурный кабинет, покормить с ложечки, вовремя поменять пеленку или просто помочь разобраться в мобильном телефоне. Кажется, что это мелочи, но они отнимают много времени у врачей и медсестер. Теперь в этом опытным медикам могут помочь молодые волонтеры, студенты профильных вузов с первого по шестой курс. Мальчики и девочки очень внимательные. Вот, выслушают, дадут совет, смиряют давление, спросят, какая температура, вот, и что принимаете, на что жалуетесь. Просто как настоящие доктора. С таким объемом работы справиться непросто, ведь должное внимание нужно уделить всем больным. Мы общаемся с пациентами, мы помогаем им непосредственно в процедурном кабинете, иногда помогаем непосредственно с гигиеническими мероприятиями в отделении. Измерить давление, сделать перевязку и даже просто выслушать больного – та часть работы, которую волонтеры берут на себя. А еще они заполняют документацию, помогают кормить пациентов, выдают назначенные врачом лекарства. Дети сами добровольно идут к нам в госпиталь и помогают нашим ветеранам. Вы знаете, это дорогого стоит, потому что есть же принцип такой, если хочешь стать человеком, то помоги другому человеку. И вот эти дети приходят, свободное от учебы время, в субботу, воскресенье, даже когда им хочется и поспать, и, как говорится, погулять, они к нам приходят. Среди этих детей в белых халатах многие уже вполне по-взрослому определились, в какой отрасли медицины собираются работать. Кто-то хочет стать кардиологом, кто-то невропатологом. Врачи идут навстречу и направляют студентов в желаемое отделение. Волонтеры-медики оказывают сестринскую помощь практически все, кроме внутривенных и внутримышечных манипуляций. В администрации больницы убеждены, помощь студентов позволяет повысить скорость и качество оказания медицинских услуг в амбулаторном, профилактическом и стационарном лечении. Понять ту работу, которая проводится медицинскими организациями изнутри, можно только принимая непосредственное участие в ней. И вот эти девочки и мальчики приходят к нам и помогают нашему персоналу, оказывают реальную помощь. Сейчас ведутся переговоры и с другими медицинскими организациями. 22 февраля в Совете министров Крыма под руководством вице-премьера Аллы Пашкуновой прошел круглый стол, где присутствовали главврачи всех городских и республиканских больниц и поликлиник. Сейчас у нас идет стадия подписания соглашений и запуск данного направления в других также медицинских организациях. Это и Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи номер 6, это Симферопольская поликлиника номер 2, Симферопольская городская детская больница, онкодиспансер, где волонтеры-медики также будут помогать, уже будем запускать это движение с марта месяца. Пациенты в госпитале для ветеранов с удовольствием общаются со студентами, а волонтеры не только получают практические навыки будущей профессии, но и узнают больше об истории своей страны из первых уст. С октября 2018 года на базе Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов волонтеры-медики оказали более 3000 часов медицинской помощи. Ксения Шарапановская, Алексей Староженко, Утро нового дня. Да вы знаете, сколько времени на часах. Это говорит о том, что многие наши зрители уже спешат собираться на работу. Об этом сейчас и поговорим. Я расскажу вам про пробки, так что слушайте, смотрите внимательно, потому что картина интересная. Смотрим на город. Ну что, где-то дороги свободны, где-то заняты. Давайте посмотрим поближе. Конечно, самое интересное – это центр города. Улица Ленина. Здесь затор, конечно, серьезный. Не знаю, можно ли проехать в принципе. Посмотрите, насколько длинная, насколько масштабная пробка. Идет она до самого центрального кольца. На центральном кольце, конечно, ситуация немного разряжается, немного меняется. Проспект Кирова. Ну, конечно, в одну сторону он стоит. Движение слабое, медленное. Но зато в другую сторону, по направлению к центру города, проспект Кирова немного разряжен. Проехать можно. Что у нас дальше? Давайте посмотрим. Улица Жуковского. Небольшие пробки. А вот улица Горького пока что свободна. Ну, как свободна? Все мы знаем, что на ней паркуется в огромном количестве. Поэтому, несмотря на то, что по ней можно легко почти всегда проехать, оставлять автомобиль там не рекомендую. Да, вы просто не найдете места. Желябово тоже стоит. Медленно движется, медленно. А вот Долгоруковская зеленая. Вообще, конечно, центр – это тема проблемная. Иногда там легко проехать, но нельзя припарковаться. А иногда припарковаться можно, а вот транзитом пересечь не так просто. Давайте посмотрим на самую длинную улицу нашего города. Узнаем, как обстоят дела на ней. Знаю, что многие, 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 многие ездят на работу по улице Киевской. А вот с улицы Киевской она представлена на экране. Все не так однозначно. Местами проехать можно легко, это видно по карте, а местами заторы. В любом случае, зная всю эту информацию, вы можете легко предотвратить свое попадание в пробке. Для этого достаточно вовремя выехать, вовремя заправить свой автомобиль, благо эту информацию вам тоже предоставляем. А главное – поехать окольными, известными вам путями. А еще окольными и известными путями, а точнее неизвестными, можно поехать в путешествие по истории. Прямо сейчас. 7 марта 321 года по указу римского императора Константина Великого воскресенье объявлено выходным днем. Вот так действительно важная дата. 7 марта 1657 года французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного коренному населению Америки. Огненная вода, как известно, хоть и пришлась по вкусу, но имела плачевные последствия для индейцев. 7 марта 1876 года Александр Белл запатентовал телефон. Изобретение называлось тогда «Говорящий телеграф». Трубка служила для поочередной передачи и приема человеческой речи. В приборе не было привычного всем звонка, он был изобретен годами позже. 7 марта 1912 года о покорении Южного полюса сообщил норвежец Рауль Амундсен. В команде исследователя было шесть человек и сотни ездовых собак. Фактически из состязания с группой англичанина Роберта Скотта Амундсен и его товарищи вышли победителями, вернувшись на базу полным составом, но всего с одиннадцатью собаками. 7 марта 1933 года Чарльз Дэрроу изобрел настольную игру «Монополия». Новинка получила большую популярность в 20 веке по всему миру, в том числе и в СССР. В перестроечные годы она была адаптирована под названием «Менеджер», «Империя», «Бизнесмен», «Неп» и другие. 7 марта 1960 года в Тихом океане американские моряки подобрали четверых советских солдат, дрейфующих на неуправляемой барже без еды и воды 49 дней. Судно сорвалось со швартовки ураганным ветром. Несмотря на попытки экипажа удержаться в акватории, баржу вынесло в открытый океан. Пить солдатам приходилось дождевую воду, есть кожаные ремни и обувь. После спасения попросили лишь еды и топлива, желая вернуться на родину самостоятельно. Еду ели по чуть-чуть, передавая тарелки товарищам. Даже в таких условиях важно не терять человеческое лицо. Ну, наш Александр Скачев не теряет человеческое лицо и устраивает нам экскурсии не только по путешествиям в истории и в прошлом, но и в настоящем. Сейчас он уже может рассказать нам о дорожной ситуации сейчас в Симферополе. Снова здравствуй, Александр. Доброе утро, крымчане, еще раз доброе утро. Я рад всех приветствовать. И вот сейчас мы с Владимиром Ивановичем, нашим водителем, отправились на пленэр, чтобы рассказать вам о ситуациях по городским дорогам, о пробках. Собственно говоря, ин виво, уже по жизни. Давайте посмотрим. Мы стоим сейчас на перекрестке Севастопольской. И пробки, в общем-то, мы проехались с утренним дозором по всем улицам центральным Симферополя. Все искали, где же пробку найти. Так вот, господа, докладываю вам, что пробок, в общем-то, особо и нет. И это, конечно, очень хорошая новость. Мы все помним страшные события, когда центральные улицы города ремонтировались, и пробки были буквально на каждой улице. Сейчас их нет. Мы видим, что по одной из центральных улиц, мы едем по Севастопольской, в общем-то, без каких-либо затруднений можно добраться по городу. Более того, скажу, что еще одна радостная новость, которая лично меня порадовала. Проводятся работы на Советском кольце. На площади Советской, на кольце, в самом кругу, который в центре этого кольца, там работают садовники, которые обрезают розы и готовятся к весне. Это, конечно, тоже хорошо. Но вот небольшая пробка, конечно, есть в моменте, где сливается улица Севастопольская и проспект Кирова. Она здесь, к сожалению, всегда, потому что две крупные улицы всегда образуют вот такой небольшой затор. Но в целом ситуация благоприятная, и это тоже очень хорошо. Я желаю всем не опаздывать на работу, вовремя прибыть к рабочему месту и, в общем-то, провести этот день радостно, счастливо и просто замечательно. И еще раз присоединяюсь к поздравлениям всех мужчин. Дорогие женщины, с 8 марта любви, надежды, тихой славы. Утро нового дня. Студия. Спасибо, Александр. Прекрасная новость про розы на кольце на площади Советской. Ну, если мы уже заговорили о цветах, я бы хотела, чтобы продолжить эту тему, потому что наша Алис Троян вчера узнавала, как именно нужно садить цветы, и тем более, как нужно подбирать букет, который вы и будете дарить своим любимым женщинам. Уже завтра международный женский день, поэтому сегодня мы пришли к флористу, чтобы узнать, как создать самый красивый весенний букет. Если выбирать традиционно весенний цветок, тюльпан, нужно обратить внимание на характерный хруст. Растение с листьями глубокого зеленого цвета должно стоять ровно. Многие боятся, что когда покупают, например, зеленый или когда закрытые бутоны, что он в итоге не раскроется, а просто завянет. Есть сорта, которые раскрываются, а есть сорта, которые не раскрываются. То есть, допустим, красный тюльпан, он в целом не раскроется, вот именно этот сорт, он не раскроется полностью. И поэтому этого не стоит бояться. Плюс надо не забывать о том, что тюльпан у нас растет еще в воде. Вы купите маленький тюльпан, пускай он даже будет немножко с какой-то зеленцой, но зато он вам будет дольше радовать глаз. Любой цветок нужно подрезать ежедневно. На срезе образовывается пленка, которая мешает поглощать растению воду. Она должна быть чуть теплой или комнатной температуры, тогда и усваивается лучше. А вот под каким углом делать срез уже не важно. Раньше считалось, что это должны быть горизонтальные линии. У срезанного коса стебля площадь больше, поэтому в теории питаться водой он должен лучше. Но, как показала практика, это не играет никакой роли. Мне очень нравится, что наши девушки стали более такими творческими и проявлять интерес к творчеству. Поэтому такой букет, мне кажется, может создать любая девушка. Я думаю, что я буду делать с белым тюльпаном букетик. А есть какие-то предпочтения у людей? Какой цвет тюльпанов, например, больше всего берут? Вот самый распространенный – это белый. В принципе, вот все сейчас, которые видите, вот только единственное оранжевое – это как-то… Ну, так не сказать, что он самый распространенный. Желтый тюльпаны тоже любят, но их не дарят мужчины, как по-своему, вестники разлуки. Из-за этой песни, да. Хотя, на самом деле, если говорить про флористику, то именно желтый цвет, он цвет как солнце, радости. В каждой композиции используется не больше трех красок. Если вы не очень уверены, что удачно подберете цвета в букете, используйте беспроигрышный вариант – сочетание оттенков одной гаммы. Если цвет для своего букета вы можете выбрать любой, то есть одно правило – лилии, гвоздики и розы лучше не сочетать в одном букете. Учитывайте пол человека, для которого составляется композиция. Женские букеты имеют круглую форму, мужские – вытянутую. Для последних также характерны более темные цвета, например, фиолетовый или бордовый. Я думаю, пару веточек эвкалипта. Люблю я эвкалипт. Этот сорт называется Baby Blue, это мой самый любимый эвкалипт. Я очищаю, чтобы мне было удобно собрать его, и чтобы он здесь не торчал. Лично, как на мой взгляд, сейчас популярны, если смотреть именно по флористике, пудровые оттенки, либо это какие-то темные оттенки. Но я не могу сказать, что это понимают все. Если мы его будем складывать ровно, он у вас будет прижат. И когда вы его собираете в спирали, тогда у вас есть объем. Главное хитрое составление букета – соблюдать меру в украшениях. Чрезмерное изобилие зелени, ленточек, упаковки может испортить внешний вид и превратить букет в безвкусный набор элементов. Возьмите за основу какой-то точно цвет, который вы хотите. Допустим, красный. Купите его, купите пять тюльпанов красных. Что вам мешает пройтись по рынку и поприкладывать? Да, таким образом. Хорошо-плохо? Хорошо, да. Там, допустим, ну там тоже можно, если правильно подобрать, там переборщить, где-то просто, может быть, нотку какую-то вставить, да, то есть не делить пополам, а, допустим, взять за основу больше какого-то цветочка. Вот, допустим, да, возьмем сейчас букет. То есть у нас основа белая, но я немножко красненького добавлю, и я, на самом деле, планирую немножко розовую добавить. И оно будет, на самом деле, как лично для меня, смотреться красиво. Сейчас очень популярны необычные букеты, в которых присутствуют экзотические короткие цветы и суккуленты, в отличие от предыдущих лет с их пластиковыми бантами, сетками и лишней зеленью. Самое главное в составлении букета – чувствовать и ориентироваться на то, что нравится вам самим. А мы составляем тоже необычную интересную композицию, постепенно-постепенно перекочевывая в новости. Поэтому прямо сейчас давайте свяжемся и узнаем, что там интересного. И сегодня с нами в эфире Сергей Мельников. Сережа, здравствуй, доброе утро. Здравствуй, Сережа. Саша, Артем, доброе утро. У нас к тебе сходу вопрос. Мы вот тут разговариваем про цветы. Скажи, пожалуйста, а что ты такого интересного собираешься дарить своим любимым женщинам в этот праздник? Интересный вопрос. Но, опять же, я, наверное, вам не буду рассказывать, что конкретно, потому что в любом случае они сейчас нас смотрят, слушают, тогда я просто раскрою весь сюрприз, и в итоге ничего не получится такого необычного. Но на самом деле я хочу сказать, что я стараюсь радовать своих любимых женщин, это родители и моя любимая жена, чтобы никто ничего не подумал, не только на 8 марта, но и в любой удобный для этого день. Это правильная позиция, прекрасная позиция. Сегодня Артем тоже так поправился, как ты говорил про любимых женщин. Да. Так что мы верим, что у вас все правильно, все включено. Расскажите, пожалуйста, что у нас в новостной повестке сегодня, ну, о чем будут говорить новости. В этом выпуске новостей мы расскажем вам, как добывают ракушечник и щебень на полуострове, а также о развитии программы «Земский доктор» в Крыму. А в течение дня будет прямая трансляция заседания с главой Республики Крым по проблемным вопросам города Саки и не только. Следите за событиями вместе с нами. Спасибо, Сереж. Спасибо, прекрасного эфира. Ну, а наше время, к сожалению, уже подходит к концу. И как бы мы не хотели отсрочить момент, а пора. Пора с вами прощаться. Мы вернемся к вам уже через 4 дня. Да в понедельник. В понедельник и увидимся. А с вами был Артем Андроновский, прекрасная Александра. И мы прощаемся. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова